Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Посылка из Китая. Примерно 6 месяцев назад я менял батарею на своем iPhone 6. Да, такое совпадение. И многие у меня спрашивают в комментариях, мол, как она, хорошо или плохо и так далее. И поэтому я сегодня решил снять это видео, чтобы ответить на все эти вопросы. Погнали! Родная батарея в моем iPhone проработала примерно 2 года. Потом она испортилась, то есть потеряла емкость, перестала нормально заряжаться, телефон стал вырубаться и так далее. Я поменял родную батарею на батарею KHP из Китая и она тоже проработала всего несколько месяцев. После этого я заказал уже нормальную батарею, по отзывам хорошую, которая называется батарея Nohan. И таким образом ее поменял самостоятельно, о чем, собственно, есть тоже видео на моем канале. И уже полгода, в принципе, не испытываю никаких проблем с этой батареей. Давайте посмотрим, как ухудшилось состояние батареи Nohan за полгода ее использования. Для начала посмотрим количество циклов заряда-разряд. Чтобы это сделать, запускаем замечательную программу Coconut Battery и подключаем телефон к ноутбуку. Итак, Coconut Battery показывает нам, что за эти полгода количество циклов заряда-разряд составило 155 штук. То есть, примерно за полгода, то есть за 180 дней, батарея телефона разрядилась и зарядилась 155 раз. Ну, практически один раз в день. Ну, что, в принципе, очень похоже на правду. И теперь давайте посмотрим, что показывает программа Battery Life уже на самом айфоне. Запускаем Battery Life. И она показывает, что состояние батареи хорошее и уровень износа составляет 6,1%. Так, давайте посмотрим детали. То есть, общая емкость батареи 1810 мАч и текущая емкость 1700. Ну, то есть, 6% потери емкости. Ну, в принципе, это нормально за 155 циклов и за полгода использования примерно. Также стоит отметить, что с этой батареей нет проблем со статистикой расхода аккумулятора. То есть, если зайти в настройки телефона, открыть раздел аккумулятор и зайти в его статистику, то там мы увидим именно статистику расходов по приложениям. То есть, какое приложение, сколько энергии потребляет. Не все батареи это поддерживают. Вот, например, вот предыдущая китайская батарея KHP, которая была некачественная и прослужила мне недолго, она это не поддерживала. И то есть, здесь никакой статистики, соответственно, не было. Также недавно на каком-то из английских форумов я прочитал статью, в которой чувак пишет, что производительность айфона зависит от качества батареи. То есть, если, грубо говоря, батарея изношена и емкость ее уже упала, то айфон специально как бы занижает производительность и таким образом начинает тормозить, тупить и так далее. То есть, многие жалуются, что у них старые телефоны тормозят. Возможно, как раз это именно из-за того, что батарея уже не новая, и айфон видит, что емкость ее уже не полная, то есть она уже с износом. И таким образом специально занижает производительность процессора для того, чтобы продлить срок службы от батареи. Так, давайте протестируем и, допустим, запускаем Antutu. Посмотрим, что показывают эти программы. То есть, вот я уже проводил какой-то тест. Ну, давайте еще раз для наглядности я его выполню. Итак, тест закончился. Количество очков 72 992. Давайте нажмем детали и посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, вот вы можете, собственно, все результаты перед вами. Можете их посмотреть. Если у вас тоже айфон 6, то можете также запустить этот тест и сравнить свои результаты с моими. Так, ну и давайте еще для верности запустим еще один тест. Тоже мне люди спрашивали с помощью программы CPU Dasher. Так, ну и теперь, конечно, тесты на заряд-разряд. То есть, вот сейчас у меня телефон полностью разряжен, он даже не включается. И я подключаю его к зарядке через USB-доктор для того, чтобы померить количество энергии, которая зальется в батарею до полного ее заряда. Давайте протестируем это и посмотрим. Ну что, прошло около трех часов и в аккумулятор залилось 2092 мАч электрической энергии. Напомню, штатная емкость этого аккумулятора это 1810 мАч. По-моему, отличный результат, то есть батарея спустя полгода использования полностью сохранила свою емкость и отлично работает. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, сегодняшнее мое тестирование было вам полезным и доказало, что батареи Nohan действительно качественные и их стоит покупать. Поэтому, если у вас проблемы с батареей в вашем смартфоне, то не надо искать никакие другие бренды. Просто сразу берите Nohan и вы получите гарантированное качество и эта батарея будет служить не хуже, чем оригинал. Я проверил это на своем личном опыте на своем смартфоне и, в принципе, я полностью доволен. Вы сами все видели, то есть 155 циклов и батарея практически новая. Ну там 6% потери. По-моему, отличный результат. Практически как оригинал, может даже лучше. Ну, не хуже оригинала точно. Поэтому ссылка на эту батарею будет внизу в описании. Nohan делает батарею для разных смартфонов, для айфонов разных серий, разных поколений и для других смартфонов тоже. Поэтому ищите батарею для своего смартфона, меняйте. В принципе, менять батарею самостоятельно тоже ничего сложного в этом нет. У меня тоже на канале есть видео, можете их посмотреть. Сейчас будет здесь вот в информации ссылка на это видео. В общем, все круто. Батарея хорошая. Все, кто спрашивал и кто будет спрашивать, как эта батарея и как она себя показала, посмотрите это видео или покажите это видео друзьям, если кто-то у вас будет интересоваться. И это видео, я думаю, снимет все вопросы. На этом все. Если видео вам понравилось, было полезным, то обязательно ставьте лайк. Внизу подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Шарьте видос с друзьями, кому полезно, скорее всего, такие люди есть, у кого батарея уже на последнем издыхании. Желаю всем удачи, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok